Доброе утро, друзья! 10 часов утра, 31 июля Конец второго месяца летнего Остался 1 август Доброе утро, друзья! 10 часов утра, 31 июля Вот, и после этого, собственно Пойдут мемасики о том, что Мы с вами все просрали это лето Оно кончилось Наступил новый рабочий учебный год И мы все будем грустить о том, что В этом году в московском регионе Лето длилось всего пару недель Потому что солнца нихрена нет Все холодно Вы же на Твич собрались выходить Как утречко Мы на Твиче есть, пожалуйста На Твич ссылочку скинул Мы там присутствуем Я просто так сказать В два канала сразу вещаю Думал, может, еще на Ютуб сразу лить Но пока нет Вот, сегодня понедельник В прошлую пятницу у меня ставили забор Соответственно, я стрим не проводил Не рассказывал про то, что случилось в четверг То есть у нас случается Четверг, пятница, суббота, воскресенье Да, много дней В общем, мы пропустили А нафиг мне Твич Лучше на трубу Трубу Что такое трубу Ютьюб в смысле Чем ВКонтакте Твич Ну, посмотрим Не знаю Может быть на лайв Ютьюб канал Сразу тоже стримить Посмотрим, в общем Ну что, давайте Я думаю, мы сейчас Быстренько Пролистаем Все вот То есть мы Раз, два, три, четыре Четыре дня Сиротин просрал Не сделал В прошлой выпуске Тарас может быть Сегодня попозже присоединится Он сказал, что у него там Кто-то косит траву Так, нам нужно начинать с 20 С 27-го числа Посмотреть, что же интересного было 27-го, 26-го, последнее Вот это да Че, помчали? Помчали Хотя сегодня ты По конец ни разу не пропал У меня это Не понял, в общем В общем, я по традиции Проснулся в 7 Уже сходил в зал Позанимался Приехал Позавтракал И такой Давай, сейчас Как запущу стрим Как Понесемся мы Давайте, да Буду Буду ускоренно делать Потому что Четыре дня До хранищей новостей Посмотрим, что же Самого интересного Было за это время Жвачку надо выпилить, да А то А то И водичку пить В общем Вольфенштейн 2 Новый колос Трейлер Земляничный Милкшейк Но на самом деле Уже многие люди Играли Не многие люди А Как это сказать Так Пресса В том числе Я уже играл В Вольфенштейн Смотрел первую миссию И смотрел вот эту Пятую миссию Когда мы попадаем В славный город Захваченный нацистами Там все американцы Учат немецкий язык Чтобы хоть как-то Общаться Тем не менее Ролик показывает Как главный герой Приходит В кофешку И его Палит там Обер Командер Какой-то Вон Фашистский Который только что Появился на экране Если интересно Можете зайти посмотреть Но Я на наш Ютуб канал В выходные Залил полное Прохождение Этой миссии Оно занимает Где-то около час Но я там еще Вырезал те моменты Когда меня убивали Постоянно Вот Так что Где-то часовое Часовое Видео есть С прохождением Данной миссии Можете зайти посмотреть На наш Ютуб канал Там это уже Есть Прикольно Игра Выходит 27 октября Так что ждем Вольфенштейн Я его предзаказал Ждем Должен быть крутой Овервотч Новые подробности Про Киберспортивную лигу Компания Близзард Продолжает Раскрывать детали Бла-бла-бла Про свою Овервотч лигу Которая должна стартовать В этом году В этот раз Речь о Потенциальных Киберспортсменах Но на самом деле Овервотч лиг Довольно странная ситуация Потому что Многие команды Так сказать Организации Отказывались от Участия в лиге Ввиду ее Неперспективности Непрозрачности Отборов И кажется Обязательной Выплате Денег За участие В лиге И что-то У нас было много Новостей о том Что Люди из нее уходят Что Что Команда Получит 3 месяца На подписание Игроков С 1 августа По 30 октября Однако В будущих сезонах Правил Подписание Игроков Будут изменены Чтобы лучше Соответствовать Уже активной Лиге И всей Инфраструктуре Которая Создается Вокруг нее Все игроки Смогут получить Контракт на 1 год Возможность продления Его еще На 2 А также Минимальный Зарплот В размере 50 тысяч Баксов В год Ну Такая Хорошая Зарплота Кроме того Игроки получат Медицинскую Страховку Помощь Составлением Плана На пенсию А также До 50% От бонуса Команды За результаты Включая Призовые Каждая Команды Обязана Подписать От 6 До 12 Игроков При этом Никакого Ограничения По регионам Не планируется Кроме того Каждая организация Обязана Предоставить Гейминг Хаусы Видите Как очень Много Ограничений И поэтому Действительно Многие Ребята Многие Организации Сказали Что они Не будут Участвовать Привет Привет Хера У них там Все как Ну да Ну кошерно Не кошерно Но Близзард Хотят сделать Как хорошо Наверное Хорошо А Не всем Это нравится Также Увервотч Хотят Переработать Джун Крата Его же Крусавчик Судя по этой новости Австралийский Сумасшедший Эксперт Во всем Что касается Взрывов Крысавчик Уже Длительное Время Считается Недостаточно Сильным Пиком На высоких Уровнях Игры В соревновательных Режимах Игры Овервотч Ну и В общем Его решили Переделать Ну и отлично Спарк Вот это кстати игра Которую я действительно Хочу Ее делает Компания CCP Games Которые же Сделали Если вы не знаете И в онлайн Неожиданно Они вышли На рынок VR Сначала Они сделали Валькирию И сейчас Вот этот Охренительный режим Когда вы можете Играть с противников Это очень похоже На Игру Если вы смотрели Фильм Трон То там Есть что-то похожее Вы кидаете Диски И вам нужно Попасть в противника У вас есть там Несколько режимов Есть прорежим Есть обычный Соответственно У вас может быть щит Вы можете щитом Отбивать Вражеский Вот этот вот Шар Который Диска Кидает Противник И им же Поразить противника Может прикольно Компания CCP Games Сообщила Что спортивная VR игра Spark Поступит в продажу 29 августа Нынешнего года Оформить предварительную Покупку можно уже В PlayStation Store А я вот прямо сейчас Пойду и куплю ее Ну после стрима По цене 2200 рублей До 28 августа Соответственно Есть скидончик Да и круто 1759 Она действительно Сейчас стоит Предзаказ Можно сделать А Spark Это виртуальный спорт В котором для победы Требуется задействовать Все свое тело И реагировать На происходящее Как можно быстрее Это кстати вот Офигенная штука Потому что Ну люди в основном Они все ленивые Да и Я делаю для нас Собой большие усилия Чтобы каждый день Вставать например В 7 утра Ехать в зал Там заниматься час Потом ехать обратно Это занимать Дорога Еще чего-то Для ленивцев Есть такая штука Если у вас есть PlayStation Если у вас есть Шлем виртуальной реальности Да Виртуальная качалка Поиграв буквально Минут 20 В такую игру Вы весь вспотеете Потому что Если действительно Круто играть Тратишь много сил На Вот Все это На всю эту активность Топ игруха Хоть поразминаемся Да Главное Не снести ничего Во время этой игры Гарнитуры Виртуальной реальности Заменит спортивную Экипировку А два контроллера Движения PlayStation Move Позволят посылать Заряды в противника И уклоняться От встречных атак Блокировая их И отражать обратно Кстати у меня только один Есть он Надо еще один Видимо купить Успех В игре Зависит от Индивидуальных умений А игровой процесс Для двух соперников Совершенно Интуитивен Таким образом Все поклонники Виртуальной реальности Смогут принять участие В высокотехнологичных Спортивных соревнованиях На консолях PlayStation 4 И PlayStation Pro В игре представлены Два режима Соответственно Это для новичков И для профессионалов Про режим А вот отдохнуть Между сезонами Можно в специальной зоне Где игроки смогут Общаться друг с другом Знакомиться с соперниками Наблюдать на чужими А ну то есть там еще Будет такое лобби Прикольное Забавно В индивидуальных соревнованиях Spark Можно будет проверить Свои силы Выловив Серию Выполнив серию Ограниченных по времени Заданий На меткость подач И техничность блоков Также можно будет Отучить свое мастерство Перед встречей С реальными соперниками Наконец-то каждый игрок Получит возможность Персонифицировать Свои виртуальные воплощения Покрою костюм И форму шлема Блабабла Ну в общем Будут какие-то элементы Кастомизации И это круто Блин Действительно Вот эта игра Я ее уже не один год смотрю Раньше она называлась Ив Арена А сейчас она называется Школьник Фу Фу Что? Непонятный чак Мне вот все интересно Они что на VR Не могут перчатки сделать Какие-нибудь контроллеры Это неудобно На самом деле С контроллерами удобно играть Я думаю Что перчатки будут В будущем Когда будет больше проникновения Вот именно VR Устройств Потому что VR Собственно Мувы Они же трекаются По лампочке И их видно Перчатки Они более компактные Их нужно трекать Как-то по-другому Немножко Спасибо за подписочку В августе В общем игра выходит Я очень хочу Так что Надо 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 Тарас присоединиться Мы с Тарасом играли И я конечно его Уделал Но Тарас сказал Что он Он не из этой Он меня в других играх Может Убить Началось тестирование Path of Exile Игры на Xbox One Если вы вдруг не знаете То к данному проекту Выходит На ПК обновление Которое называется Падение Ариата Оно уже должно вот-вот выйти И мы наконец перестанем Про него Читать новости Это случится 4 августа Это на этой неделе будет Ура-ура-ура-ура Вот Так что Если интересно На Xbox Вам поиграть Пожалуйста Можете принять Участие В тестировании Тем временем Игру Смайт Посетит Кельтская богиня Медведей Артио Если вы не знаете Смайт Это моба игра От компании Hi-Rez Которые Персонажи Которые представлены В виде различных Богов Из Всевозможных Пантеонов Ну то есть Религиозных Там И так далее Если интересно Можете зайти Посмотреть Игра Ну наверное Интересная Потому что Я сейчас В лалет Стал что-то снова Играть Мне нравится Но Если вам нравится Моба с видом От третьего лица А-ля Парагон Возможно Вам понравится Смайт Можете в новости Посмотреть Там есть Запись часового Стрима Вот так вот Игра выглядит Ну Она на самом деле Интересна Как бы Можете смотреть Если вам интересно Смотрите Тем временем Также В четверг Появилось Как можно Иисусом Побить Мухаммеда Как вы относитесь К новому разделу На твиче Для просмотра Компании Аниме Не видел Не видел еще Не видел Я аниме Люблю смотреть На телевизоре А не на твиче Хотя Сейчас на твиче Тоже Я на твиче Смотрю Соревнования То есть Как бы Я дома Запускаю У себя На телефоне Твич Захожу На твич Включаю Канал И такой Нажимаю На Показать На телеке Я вам не раз На телеке Запускаю Мне это Вообще Дичайше Нравится Это удобно И круто Я фигею С бота ВК Который Удаляет Любое Сочетание Ладно В прошлом Был В прошлом На прошлой неделе На прошлых Двух неделях Был анонс Нового героя Для игры Heroes of the Storm От компании Blizzard Собственно У нас появился Обзор Этого героя Это Горош Ссылочку На него Скинул Можете Зайти Посмотреть Уже Доступно Но лучше Дома Нормально Смотреть Имху Имху Как вы Относите Разделы Для просмотра Компания Ну Да Я так и сказал Что лучше Смотреть дома Имху Моё имху С вами совпадает Разработчики Dying Light Выпустили Бесплатное Дополнение Представили Платформу Gemli Тоже у нас Была новость На той неделе О том Что 5 миллионов Человек Купили Ой Не 5 миллионов Ну в общем Много людей Купили игру Dying Light И продолжает Она развиваться Люди играют И анонсировали Новые дополнения И Все прочее Прочее Экшен Зомби Экшен Dying Light Получил Первое бесплатное Дополнение Из программы 10 за 12 10 бесплатных Дополнений За 12 месяцев И теперь В игре Появились новые Враги Сперва вам Предстоит сразиться С солдатами Они являются Превосходно Вооруженными Профессионалами Которые могут Довольно быстро Уничтожить Вашего героя Интересно Steam А Steam А скажи мне А есть у меня Dying Light Да Игра куплена А это Daylight Не то Не то Не то Да Игра Куплена В январе 2015 Года 2,5 Года Назад Я в нее Поиграл 2 часа Смотрите Как много Друзей У меня В нее Играет Прикольно Может быть Стоит Установить Посмотреть Ладно Уже Достаточно Много Много Ему Вот А затем Вы сможете Проверить Свои усилия Против Громила Мутанта Также В игру Был Добавлен Новый Наряд Жертва И Новое Уникальное Оружие Армейская Винтовка Из Харана Если Верите Нашим Новостям То Даже Несмотря На То Что Игре Уже Много Много Всяких Годов Лет Развивается И Круто Действует Я люблю Когда Выходит Дополнение Это Круто Бесплатная Мазафака Я конечно Не лезу Но Ты Не вылезай Чего Ой Все судят Тут Аниме Ааа Тут у нас Бой идет Вконтакте Вот Поэтому Твич Становится Говном В нем Появляется Куча Дерьма Непонятного Типа Аниме Блин На самом деле Твич Это Стрим Сервис Да Есть Нетфликс Есть еще Что Я сейчас На Нетфликс Подсел Я перестал Смотреть Телек Я смотрю В нетфликсе Сериалы Пытаюсь Подтянуться В английский И Просто там Постоянно Новые Появляются Стоит он Что-то 10 евро В месяц Я плачу Но Ничего Страшного А если Люди Хотят Потреблять Контент Аниме На Твиче Почему Боим Не Дать Такую Возможность Я не Считаю Что Это Плохо И Если Есть Спрос Вот Тебе Предложение Если Бо Никто Не Смотрел На Твиче Аниме То Его Там Не Показывали Согласитесь Каждый Решает Где И Как Ему Какой Контент Потреблять Нет Смысла Все Попытки Сейчас Сделать Сделать Какие То Ограничения Это Все Вообще Полностью Блюдошные Шаги Пытаться Ограничить Интернет И Права Или Еще Что Дебилизм Короче Нетфликс Не Имеет 10 Биток Я Не Знаю Все Кто Против Аниме Дети Шлюх Простите За Правду Да Ладно Как Это У У У У У У Замес Пошел Друзья Аниме Это Мультики Круто Мультики Круто Очень Много Новых Проектов Было Анонсировано На мероприятии Disney 23 Которое было Недавно Так что Будем Смотреть Привет Привет Всем Twitch Привет Всем Вконтакте Вы С нами И Мучим Дальше Destiny 2 Трейлер Посвященный Бонусам За Предзаказ Игры Соответственно Destiny 2 Я тоже Предзаказал Уже Даже Поиграл На Playstation 4 Ну Я в Не И на E3 Играл Как Вы Возможность Предзаказать Игру Destiny Поэтому На этот раз Мы предлагаем Посмотреть Два новых Трейлера Посвященных Бонусам Которые Выдают За предзаказ Игры Сперва У вас Получится Поближе Познакомиться С Холодным Сердцем Отпусти И Забудь Что Прошло Уже Не Вернуть Нет Это Экспериментальная И невероятно Точная Лучевая Винтовка А затем Вы увидите Счетчик Убийств Данное устройство Позволит Игроку Вести Подсчет Убитых Фрагов В режимах ПВЕ И ПВП Окей Окей А тут Для разной Аудитории 8 бит Для нордов Только Ламповая Привет Ладно Монстр Хантер Волд В новых Роликах Показали 14 видов Оружия Компания Capcom Выложила Целых 14 новых Видео Посвященных Оружию В игре Monster Hunter World Щит и меч Отлично Подходят Для новичков Вы Можете Не убирать Данное оружие Чтобы Использовать Предметы Ну там Молота И так Далее В общем У нас Кажется Хидео Писал Что Скоро Будет Тест Игры Давайте Покажем Что Льет Я Че Не В следующем Году Я Не до Конца Проникся Но Я думаю Что Мы Обязательно Покажем Что Нибудь Из Этой Игры Потому Что Фанатов Монстр Хантеров Много Dark and Light Следующий Патч Устранит Различные Проблемы С Оптимизацией Dark and Light Это Один Из Выживачей Которые Мы смотрели Недавно От компании Snail Games Игра Знаменита Тем Что Она Загружается Минут 20 Пока Она Загружается Вы летите На Сраного Дос Летите Вы смотрите На Летящего Дракона И Это Утомляет 27 Июля Игра Скорее Всего Получит Большой Патч Точнее Уже Получил Команда Значительно Улучшит Оптимизацию Клиента Закратит Продолжительность Ночи Некоторые Пещеры Подземелья Перекроют Барьерами Так как Они Еще Не Готовы Приедут Строители И зальют Там Бетон Будут Добавлены В игру Стимовские Достижения На которых Все Надрачивают И это Так Важно В игре Из Элитных Гоблинов Начнут Выпадать Гоблинские Колотушки Ну Нифига Себе Гоблинские Колотушки В горах Установят Темные Алтары На которых Удастся Скрафтить Печатью НПС Получат Улучшенные Текстуры Появятся Продавцы Парашютов И глайдеров Они будут Находиться Рядом С драконием Перевозчиком НПС Начнут Восстанавливать Своё здоровье Вне боя Игроки Перестанут Взражаться В лаве Находящейся Под Айронфаст Полный список Изменений Есть у нас На сайте На самом деле Как бы Мне игра Понравилась Но Первый блин Который был Он такой Комом Так что Я её посмотрю Чуть попозже Пока играю В цитадель Там прикольно Там вчера Летал на метле Пол карты Облетал Прикольно Мне нравятся Игры Где можно Ты тупо Не знаю Скрафтил себе метлу И пошёл на ней летать Прям Меня дико драйвало Слухи Будет выпущено Обновление Для игры Warcraft 3 Прошло уже Около 6 лет С тех пор Как стратегия Warcraft 3 Появилось Последнее обновление Однако Ходят слухи Что Старичка Наконец Вспомнили И Blizzard Занимается Разработкой Патча В котором Мы увидим Не только Переработку Старых карт Существ И недочётов Но и Три новых Карта Помимо всего прочего Команда Также Поработает Над балансом Рас И местности К сожалению Пока неизвестно Правда Это или нет Но тем не менее Мы Следим Варкрафт 3 Это не про World of Warcraft А это просто Про Варкрафт Это же разные игры Про Варкрафт Это бред Я бы поиграл Во второй Ну Я бы поиграл В четвёртой На самом деле Потому что Времени на Переигрывание Старых игр Прям вообще Чё-то нет А вот Если бы Чё-нибудь Новое Показали Было бы Вообще Дико Круто А тем временем Смотрим мы Игру Цитадель Forge As Fire Это очередной Выживач Но он Выглядит На данный момент Чуть получше Чем Dark and Light Ранний доступ Есть и в той И в другой Игре Стоят они Примерно 400 рублей Не такие Большие Деньги Так что Если вам Ну Он интересный Скажем так Я Вчера Поиграл В Лалец И перед Сном Еще где-то Полчасика Полетал Поубивал Там Орг В Цитадели Игроки Вовсе Изучают Всевозможные Заклинания Охотятся На Диковинных Монстров Сражаются С друг С друг С другом 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 В нашем Новом обзоре Мы решили Рассказать вам Про систему Собирательства И крафта Мне еще Дико нравится Что в Цитадели Ты можешь Собирать Подходишь К бревну К дереву Такой Волшебная Палочка На него Хренак И он Из дерева Высасывает Ресурсы И так Можно Из всего Из камней Из кристаллов Из растений Ты все Высасываешь И это круто Самое главное Не перестараться С перевесом Потому что Потом Ни хрена Не собирается Из обзора У вас будет Возможность Узнать Удастся ли Собирать Материалы Голыми руками Да Когда персонажи Выдадут Скилл Позволяющий Вытягивать Ресурсы Удастся ли герою С помощью кристаллов Маны Заполучить Необходимые Материалы С помощью Кристаллов Маны Заполучить Не знаю Зачем Нужны станки Крафтить Какие категории Крафта Существуют Да Как создать Летательные Метлы И можно ли Двигаться Во время Создания Вещей Это кстати Вот еще Одна офигенная Фишка Потому что Реально Я захожу Я нафармил Много ресурсов Собрал там Ну там Для маны Собственно Маны Я играю за мага Мне Мне нужно Спасибо Дописочку Да Маны Расходуют Собственно На Заклинание Там Авады Кидава И На полет Он метлю И соответственно Я там выбрал 50 поушенов С маны Сделать Мне нажал Крафтить Закрыл ее И ты бегаешь Они сами Крафтятся Блин Это удобно И классно Потому что Пожалуй У меня есть Какое-то там Кольцо Которое мне Регинит ХП А вот С маной Беда Происходит Высасывать Круто В общем Цитадели Пока нравится Кодвейн Еще один Новый Продукт Разработчики Игры Кодвейн Рассказали Подробности О таких Персонажах Как Мия И Якума Кроме того Поклонники Рассказали Чего он Мне потом Не сосал Че тут Че тут Что тут Красиво Так Так Ничего не понятно Текстурки Текстурки Ой Какое лицо Главным решением Будет выбор оружия Ведь для каждого Противника Придется выбирать Между типом Атак Уроном И дальнобойностью Спасибо за подписку Текстурки Кодвейн Выйдет в следующем Году И хрен с ним XCOM 2 War of the Chosen Трейлер Знакомства С охотником Надоело Уже Привет Привет Всем Новым Пришедшим Надоело Уже Подбешивать Начинают Новости Когда Выходят Одни и те же Про Одни и те же Проекты Вот XCOM Относится К ним Это XCOM Это Path of Exile Падение Реата Это еще Там ряд игр Которые Каждый раз Что-то нам пытаются Рассказать В общем Я ссылочку скинул Заходите Смотрите Если вдруг Вам он нравится Вторая мировая Война 3 Вторая Третья Третья Вторая мировая Война 3 Третья мировая Война Новый проект У создателей Get Even Компания The Farm 51 Известная По хоррор игре Get Even Работает Над следующим Проектом В этот раз Команда решила Перенести игроков В альтернативную версию Нашей вселенной В мире игры World of War 3 Все не так уж Хорошо Как Сейчас Друзья Секунду Я прям Сразу напишу Сейчас Новостникам Замечания Нету Нету Наш Лаг Да Я Что-нибудь Вот сюда Сейчас Перетянул Чтобы Не было Возможность Писать Что-то Лучше Расскажи Про забор В пятницу В жопу Новости Забор Построили Классный Белый Надо теперь Травку положить Хорошую И будет все хорошо Сейчас Может у меня где-нибудь Фоточка есть А Вот Кстати На выходных Сходил На А Блин Я забыл Камеру переключить Дебилушка я Дебилушка я Вот На выходных Сходил На Игры Континентальной Лиги Если вы не знаете Они проходят Подмосковье На специальной студии Главкино Вот этот забор Сзади Белый Который Сделали И Взял Там Раздавали Мешки С лутом Там Короче Дали Офигенную Такую Кофту С волибиром Мой любимый Чемпион Лесника И Вот Такой Короче И еще Со мной Жена Ходила Поэтому У меня Два Комплекта И я Дико Дико Рад Что У меня Теперь Будет Такая Крутая Кофточка Надо Еще Ходить Забор Классный Вот Все Убираем Поехали Дальше Мерч Топовый Мне Вообще Тоже Понравилось Там Еще Были Какие Стress Болы Как Всегда Браслетики Палки Стучалки А Спасибо Спасибо За Подписочку Друзья Так Это мы Свернем Забор Классный Кто Красил Красили На Заводе Поехали Снова По Новостям World War 3 Новый проект Создатели Get Event В мире Игры Все Не так Уж И Хорошо Ну Само Само Потому Что Война Мировая Как Уже Понятное Зазвание Здесь Вовсю Полыхает Костер Третьей Мировой Войны Именно В такой Атмосфере Будут Происходить События Нового Мультиплеерного First Person Shooter Что Значит Стрелялка От первого Лица Подробностей О проекте Пока Слишком Мало Однако Уже Сейчас Известно Что Огроки Смогут Посетить Настоящие Города Такие Как Москва И Берлин А кроме Того В игре Будет Использоваться Военная Техника Также Пока Непонятно Будет Ли Одиночная Компания И Игровой Магазин Ждем Новостей О самой Игру В следующем Году А где В Москве Такие Домики А я Не в Москве Живу Я живу В деревне В Подмосковье В Москве В Москве Очень много людей Уехало Релиз BattleTech Может не состояться Неудивительно Кажется Игра Находится В раннем Доступе Давно Уже Да Ну и хрен С ними Не будем Дальше В Эферстейн 2 Новый Колос Тарас Сделал Интервью С разработчиками Я думаю Что вам Может быть Интересно Поэтому Заходите Смотрите Опять Клюква Какая Клюква Не знаю Релиз игры Состоится Осенью Но уже Сейчас Чтобы Скрасить Ожидания Граков Разработчики Начинают Делиться Новой Информацией О Будущем Проекте Узнавать Подробности О котором Собственно Очень интересно Можете Дайте Посмотреть Я в этот Ж день Кажется Обзор Опубликовал Превью Игры Fortnite Продан Свыше 500 Тысяч Копий Игры Это такой Аля Майнкрафт Со строительством И Уничтожением Толб Зомби Не заехал Я игру Увидел На стриме У меня она есть Но что-то Не играл Пока Ты либо Ты либо Читай Полностью Что пишут Либо Не читай Окей Не буду А вы знаете Меня вымораживают Люди Которые Вместо Чтобы написать Одно Предложение Они Люди Которые Не выросли Еще Из этого Когда Я студентом Был Может быть Или школьником Школьником Там не было Ничего Студентом Тоже писал Привет Как дела А сейчас Когда ты старый Ты хочешь Получать в одном сообщении Всю важную информацию И Собственно Люди Которые могут В одном сообщении Сразу написать Несколько слов А не каждое слово Отправлять В чат Или в скайп Чем прикольно почта Ты пишешь одно письмо Сразу все написал Отправил И все Ты не пишешь Сто сообщений подряд Как сейчас происходит Во всех мессенджерах Уважайте себя И Своих Партнеров Пишите сразу все Это удобнее Это показывает Что вы Уважаете других людей Тем не менее Еще 21 июля Обладатели Различных наборов Смогли ворваться В игру Затем 25 числа Проект был переведен В стадию Раннего доступа И Вот Креативный директор игры Рассказал о том Что Было продано 500 тысяч копий После того Как портал PCGamesN Пообщаться с Компанией Epic Games Также стало известно Что САК говорил Лишь о цифровых копиях Без учета Дисковых версий Которые Кто нахрен Покупает диски В 2017 году Кроме того Специально Для вас Мы приготовили обзор Посвященный ресурсам И улучшением В данной игре Вы сможете узнать Какого вида Ресурс Существует Где их удастся Забыть Для чего нужны Чертежи И чипы И надо ли Выполнять сюжетные Квесты Прочесть информацию Можно по ссылочке Которую я скинул Заходите Смотрите А эта новость Меня огорчила Волмарт Отменил Все Презаказы Консоли Супер Нес Классик Из-за Якобы Технических Проблем Я Вот такую Консоль Хочу себе Купить Ее обещали Продавать За 70 Долларов Но я думаю У нас Я бы за сотку Ее взял В России Ну ладно С налогами Просто я пишу И тогда бот Удаляет Месседжи мои Месседжи мои Не вижу Что бот Там что-то удаляет Не пиши Месседжи Чтобы такие были Они плохие Пиши хорошие Месседжи Вот эту консоль Я хочу Нинтендо В детстве У меня не было К сожалению Я после школы Ходил Помогал В магазине Компьютерных игр Компьютерных Приставочных игр Тогда компьютеров И не было И за то Что я помогал Продавцу Мне давали Поиграть На всяких Разных Консолях В том числе Я играл На Сеги На Джинедиси И на Супер Нинтендо Это было Дико круто Вот Так что Сейчас я вырос И хочу себе Купить Все таки Супер Нинтендо Я бы с дочкой С удовольствием Играл Какого-нибудь Марио Или Донки Конга Атона Сит Он в планшете Там Собирает На ферме Драконов Каких-то Яйца Выращивает Хочется Интерактивы Совместного Какого-то Спасибо за подписочку Тем не менее Да В штатах Отозвали все Произзаказы Будем ждать Что же Будет дальше Мы так же Периодически Стримим Цитадель Так же Вот В новом Так же Опять так же В новости Есть запись стрима Который у нас был В четверг На этой неделе У нас еще должно быть Несколько стримов Они должны быть Часов с 10 Вечера Наверное Три или четыре Штуки мы сделаем Так что Если интересно Вам Вообще стримы От Гохи Подписывайтесь На наш канал У нас тут Много всего Интересного Бывает Я вот подключил Старенький DVD На 5.1 Довольно Что раньше Покупал диски С фильмами А я телик Купил Полтора метра На андроиде И не парюсь Смотрю Full HD Такая же Шляпа Но у меня телик Я покупал Ну HD Но какой-то Он 42 дюйма Хочется уже 60 Чтоб было Что прям Крота Было Но денег нет А не льгот Вольфенштайн 2 Новый Колос Опять 22 минуты Геймплея Я просто Как увидел Эту новость Написал Шинвейл Я говорю Чувак Первая миссия Вообще Говорю У меня есть Общая запись Прохождение Полностью Первой миссии Второй Давайте Я дам Ты тогда Зальешь ее На наш Ютуб канал Если это Действительно Интересно Посмотрим Кажется Мы Это все Заливали Видео 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 Смотрим Да Вот Мое Первое Видео Собственно 25 минут Геймплея И Час Игровой Процесс Вульф Вот Это я сам уже играл Сам рендерил Все Все Сам Так что Если вам интересно Можете Дайте посмотреть На наш Ютуб канал Прохождение Вульфа Или дождитесь Когда выйдет игра И не смотрите Как играют Другие люди Играйте сами Слухи Готэм Сити Сирис Фильм Может быть Отменен Или сменит Режиссера Такие Сиськи И отменен Режиссер Имел достаточно Неплохой Послужной Список До начала Работы Над отрядом Самоубийцей Планировал Заняться Съемками Отдельного Фильма Про трех Роковых Красавиц Готэма Женщину Кошку Пойзон Иви Какой-то Ядовитый Плющ Наверное И Харли Куин Получил Название Фильм Готэм Сити Сиренс 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 Однако Ходят Слухи Что Отряд Самоубийц И умудрился Получить Че Однако Хотя Отряд Самоубийц И умудрился Получить Оскар За грим Картина Была Достаточно Прохладно Принята Аудиторией Что Могло Печально Сказаться На доверии Боссов Компании Warner Brothers К данному Режиссеру И вот По слухам Фильм Который Уже Считался Направлен В производство До сих пор Не получил Зеленого Света От Кинокомпании Вполне вероятно Фильм Сменит Режиссера Но Как бы Выйдет Выйдет Не выйдет Да и Хрен с ним Аркейдж Изучаем Давление 4.1 На Корее Собственно У нас Элиот Хидео И Мэт Поиграли На Корее Посмотрели Так что Если вам Интересна Запись стрима Есть новости Это все У нас уже Ты хороший Стример Ну да Пойзон Иви Это ядовитый плющ А ну я просто не знал Ну я просто слышал Что есть какое-то такое Название Ядовитый плющ Ну Видимо оно Да Плющ в сериале Готэм Топ Правда Лоли Версии Плюща Миле Да телки Вообще Классные Девушки Телки Телки Грубое слово Девушки Все замечательные Красивые С большими сетками Все хорошие Линдж 2 классика Открытие нового сервера Да Компания нового сообщила Что Новый сервер будет открыт В игре Линдж 2 классик Произойдет это В августе Последний день августа Насколько я помню Из новости А прямо сейчас происходит Голосование За название Нового сервера Честно говоря Вообще Насрать Как называется Новый сервер Не знаю Если бы я хотел играть На новом сервере Я бы на нем играл Независимо от того Как он называется А если Ну короче Не важно Поехали дальше Формула 1 2017 Новый трейлер И полный список Исторических болидов У нас Химера очень любит Гоночные Симуляторы Поэтому Чаще всего Новости Про гонки Можно видеть Именно от него У нас Эксперты в этом деле Красиво Компания Кодмастерс Выпустила новый трейлер Посвященный Новому гоночному Симулятору Формула 1 2017 С ним вы сможете Увидеть Я бы вот реально Играл в гоночные Симуляторы Когда вот они будут В VR У тебя полностью Чтоб ты ощущал Что вообще Что-то происходит Потому что Может быть Либо аркадная игра Типа Need for Speed И там Какого-нибудь Drive Club Либо Crew Либо это прям Вот гоночная-гоночная Но она скучная Тогда Я пару раз Смотрел стримов Когда вот Паку Кольцевые гонки Блин Ну это же Мне кажется Я просто Не разбираюсь В гонках Поэтому Поэтому у нас есть Химера Химера классная Дата релиза игры 25 августа Прям в августе Миллион игр выходит Список Доступных Исторических Машин Которые будут Представлены В данной игре Можете посмотреть В нашей новости Ссылочку На которую Я Сейчас Вам Скину Кодмастер Сделает Крутые гонки И Формула 1 Очень крутая Вообще Даже не сомневаюсь Кодмастер Классная VR не поможет Нет ускорения Тряски И прочего Согласен Вот Мое Превью По поводу Нового Вольфенштайна Нам дали Поиграть В две Миссии В общем Круто Мясо Кишки Интересно Мне понравился Город Мы Отправились В город Который Как-то Тулер Редмонд Что-то Назывался И Было интересно Просто Я Это текстовый Превью А у меня еще Виделось ролик Я там реально Я минут 20 Ходил по городу Просто слушал О чем Разговаривают люди Там Люди Люди в костюмах Куклус клана Такие белые Там С колпаками И Фашист Мне подходит Такой А ну-ка Скажи мне Как будет По-немецки 9 И он там Ну и что там Такой там Ошибается Он такой Ах ты бездар Иди Учи Ну короче Такой Атмосфера Альтернативы Альтернативной Вселенной Прям Мне нравится Горовала Голова Голова Раскалывается Через пару часов Игры в VR А через месяц Падает зрение VR Штука Плохая Последний Камрип Смотрел Там Какой-то Свой замес В чатике Ладно Middle Earth Shadow of War Игра Про которую Много контента Выходит Много геймплея Комьюнити менеджер Компании Монолит Недавно Дал интервью Где рассказал Об одном из персонажей Данной игры Баранори Примечательно Тем что Обладает Темным цветом кожи А кроме того Негр А кроме того Еще и Будет являться Главным действующим Лицом Первого дополнения The Of The Of Mordor Что это за дополнение The Of Mordor Может быть Просто Мордор Почему The Of Mordor Спросим Спросил Новостников Почему The Of Mordor Впервые игроки Встретятся С данными Персонажами Еще во время Основного Поискования Где он будет Союзником Главного Главных персонажей Сюжетной линии Италиона Однако Там его история Будет раскрыться Далеко не полностью И разработчики Решили посвятить Прошлому Данного персонажа Отдельное дополнение Которое В первую очередь Расскажет Как же он оказался В Mordor По словам Солбери Студия не сильно Бла-бла-бла Ну и окей Выйдет Ждем TES Legends Сегодняшнего дня Игра будет доступна На iOS И Android Карточная игра По вселенной Свитков Пришла на мобильную Платформу Это круто Overwatch Кулак смерти Появился в игре Замечательная Новость Посмотрим Что же было У нас интересного В пятницу В пятницу Так Сейчас мы посмотрим Это были новости За четверг Напоминаю вам Так Dynasty Warrior 9 Оцениваем Геймплей Игры Компания С названием Непонятным Разработчики игры Dynasty Warrior 9 Выложила новый ролик Показывающий Игровой процесс Во всей Своей Красе Откуда В Mordor Не Ага Темнокожий Парни Действительно Непонятно Зрение не падает А вот Башка Болита Они бы лучше Сделали Игровой Автомат Было бы Очень круто Вольф В общем Будет у нас возможность У вас есть возможность Прямо сейчас Оценить Игровой процесс Конечно Пока рано Говорить о релизе Проекта Ведь еще Весной Весной Года Dynasty Warrior 9 Был готов Лишь на половину Кроме того Старт игры Состоится Пока Только В Японии И Китае А когда Его привезут В Европу И Америку Неизвестно Чем хорош Этот проект Объясните После того Как игрокам Рассказали О том Что следующая Часть серии Будет обладать Обширным Открытым Миром Всем Очень Не терпелось Увидеть Как Именно Будет выглядеть Такое Нововведение Именно В ролике С пресс Конференции Sony Joy Joy Поклонники Наконец Увидели Что из себя Представляет Dynasty Warrior 9 По сравнению С предыдущими Играми Серии В данной части Разработчики Уделили больше Внимания Исследованию И Разведыванию Местности Видео Действительно Ощущается Масштаб Карты Особенно Когда Гуань Юй Воин армии Шу Смотрит На высоты На высокие Скалы Конечно Не обошлось Без осады Замков В данном Видосе Я К сожалению Не знаю Чем Похоже На Kingdom Underfire То же самое Один бегает Рубит Десяток Сейчас Прям Любят Все Эти Игры Когда Такой Замес Происходит Идем Дальше Hellblade Cinema Sacrifice Показали Геймплейный Ролик Давайте Сейчас У нас Будут Все Игры Выглядят Одинаково 8 Августа На платформах ПК И PlayStation 4 Состоится Выход Нового Ролевого Экшена Hellblade Пока Разработчики Вовсю Готовятся К ревизу И отшлифовывать Сеть Дочеты И ошибки Мы уже С вами можем оценить Игровой процесс Посмотрев Небольшой Геймплейный Ролик Опубликованный Компанией Ninja Theory Кстати Также Недавно Разработчики Рассказали О том Что в игре Будет Фоторежим С большим Количеством Сопутствующих Настроек Это вы Насмотрелись На это Наверное На Horizon Ну Кроме Тетки Чего-то Ничего Не видно Ладно Идем дальше Foner Все же Получит Отдельные Сервера Почему Сейчас Почему Не раньше Компания Ubisoft Решила Рассказать О дальнейших Своих Планах Касательно Игры Foner Удалось Узнать Что Игра Все же Получит Изменения Запрашиваем Игроками Уже Длительное Количество Времени Остатками Игроков Речь идет О отдельных Серверах Которые Станут Доступны Через Некоторое Время В кавычках Это Должно Помочь Избежать Проблем Связанных С Peer-to-peer Системой На которой Собственно Больше всего Жалоба Было Также Разработчики Рассказали О том Что Следующие Сезоны Игры Начнутся В августе И в ноябре И принесут Изменения В механику Игры Добавив Новых Персонажей Большой Новинкой Станут Соревновательные Режимы Включая Систему Дуэльных Турниров И Ранговые Матчи 4 на 4 Спасибо За подписку Данила Топ 123 Ну а Если вы боитесь Вернуться в игру Из-за большого Отставания В навыках То разработчики Подготовили Новый Тренировочный Режим Который Будет Одинаково Полезен Как Новичкам Так И Ветеранам Ну посмотрим Также Химера Подготовил Обзор Или кто У нас От Цитадели Да Ну это Короче До следующего Года Химера Подготовил Обзор Цитадели Которая Вышла В ранний Доступ Привет Включи За звуком Звук Вы можете Сами Посмотреть В В наших Новостях Как Будет Не проблема Я для этого Ссылочки Кидаю Благодаря Обзору Который Подготовил Для вас Химера Вы сможете Узнать Похожа Ли Эта игра На Арк Как Получать Опыт Необходим Для Прокачки Персонажа Какое Оружие Удастся Использовать Большая Ли Игровая Карта Сколько Людей Может Поместиться На Одном Сервере Как Удастся Ли Возвести Какую Нибудь Необычную Постройку Удастся Так что Читайте Пожалуйста Здоровье Цитадель Прикольная Игра Стоит Недорого Поэтому Такая Нормальная Можно С друзьяшками Позависать Превью Блейден Соул Мастерская Механизмов Изменения Умений Команда Ускоязычной Версии Игры Блейден Соул Продолжает Делиться С игроками Подробностями Относительно Обновления Мастерской Механизмов На этот раз Сотрудники Компании Новой Решили Рассказать Вам О Предстоящих Изменениях В Классовых Умениях И для Вашего Удобства Мы Раскидали Эту Информацию По Классовым Разделам В общем Да Можете Зайти Почитать Если Вы Играете В РПГ ММО От Компании Новой Блейден Соул А Фанком Подготовил Игроков К Выходу Стимовской Версии Secret World Legends Да И хрен С нами Все равно Игра Говно Сисечки Кстати У нас Сейчас Идет Раздача Ключей На Игру Гигантик Я Потом Про Нее Расскажу Тут Еще Ролик Рекламный Про Нее Есть Игнито Была Самым Популярным Героем Во время ЗБТ Hyper Universe Слухи Скоро Состоится Анонс Англоязычной Версии Closers Довольно Длительное Время Не было Никакой Информации Относительно Появления Action MMORPG Closers На западе Но Во время Стрима Комьюнити Менеджер Компании N.Messie Посвященного Англоязычной Версии Игры Critical Online Была Замечена Интересная Вещь В лаунчере Если бы Точнее То он Случайно Свернул Игру И в верхней Части Клиентов Списки Игр Люди Видели Иконку Для проекта Closers Ну Ничего себе Ничего себе Бета Тест ПК Destiny Пройдет в конце Августа Два дня Он займет Кажется Да Начнется Он с 29 Числа И закончится 31 Августа Так что Друзья Если вы Не предзаказали То сможете Поиграть Аж Два дня А если вы Предзаказали Игру То сможете Поиграть Три дня Андрюха Я бы на месте Твоей жены Запретил Смотреть Тебе На Сисечки Не Ну вы что Сисечки Это святое Как можно Как можно Смотреть На Сисечки Запретить Это Хорошая Что Warface Хедлайнером Фестиваля Станет Баст 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 Мне не Очень Прет Но Вот Нир Монах Фиофан Но ЗМС Ну Как бы Такие Более Интересные Персонажи Я Наверное Схожу На данное Мероприятие И Посмотрю Что же Компания Mail.ru Интересного Покажет Мероприятие Состоится 27 Августа Где-то В Москве Поколбасимся Под Нир Монаха Warfest Это Такой Большой Фестиваль Вокруг Игры Warface Там Будет Собственно Финал Турнира Призовым Фондом Которого Будет Более Сумма Более 9 Миллионов Рублей Дохнище Если не знаете Если вы думаете Что Warface Это говнище То это Одна из самых Популярных Стрелялок На территории России СНГ Так что Знайте Crowfall Элкины Забодают До смерти Это Олень В броне Интересно У него шлем Снимается Вместе С рогами Голый Олень Олень В куртке Олень В Тканюшке Олень В коже Олень Хэви А рога Отдельно Смотрите Да Или это Накладки На рога Дополнительные Рога Для оленей Окей Ладно Море воров Разработчики Показали Прототипную Версию Игры Прототипную Версию Игры Я вот Записался На бета Тестирование А меня Нихрена Не пускают И меня Это Дико Бесит Исполнительный Продюсер И креативный Директор Подготовили Для нас Новое Видео Посвященное Разработке Игры Sea Thieves На этот Раз Команда Решила Показать Людям Прототипную Версию Проектов Которые В свое время Могли Поиграть Даже Короче Все Ну и Хрен Опять же Не понял Что тут Интересного Обзор GearBist Что выбрать Геймеру Кстати Да Я сейчас Пообщался С девочкой С одной Из компании GearBist Я Знал Собственно Этот сервис Потому что Я Квадрокоптеры Закупал Постоянно Покупал Разбивал Покупал Разбивал Дешевые Квадрокоптеры Мне очень нравились Особенно Потому что Они были Похожи На дорогие Квадрокоптеры Тем не менее Стройка Началась Если будет Слышно Стройку Вы скажите А то Я окошко Тогда закрою Азиатские Интернет Магазины Это бесконечный Источник Отличной Техники Которые По самым Недорогим Ценам Все чаще Попадают К нам В дом Мы с вами Понимаем Это как бы Новость Не рекламная Но Я хочу С ребятами Хорошо Поработать Чтобы у нас Получилось Какое-нибудь Интересное Партнерство Потому что У них есть Много Интересных Разных Устройств Недорогих Что в удивлении Я смотрел Крутой комп На Процессоре Седьмого поколения С видеокартой Ну 1050 Конечно Так себе Но Норм В нормальном Корпусе С терабайтным Хардом С SD Сорок тысяч Рублей Сорок тысяч Рублей Ну как бы Это не Не очень Дорого Мне кажется И это Хорошее Предложение Или там По Телефонам Я смотрел Предложения Тоже были Хорошие Дешевле Чем В наших Магазинах Что написали В новости Тем более Что Мы вместе С известным Магазином Гербист Расскажем А ну короче Я своими словами Расскажу Мы хотим Каждую неделю Готовить Подборочку Интересных Продуктов Которые есть В этом сервисе И Публиковать Собственно У нас Их В новостях Плюс У нас Есть Специальная Тема Где Сидит Чувак Из Этого Магазина Точнее Девушка И вы Можете Зайти Найти Какой Небудь Интересный Вам Товар И Попросить На него Скидку Это круто Потому что Например В принципе Наушнички Вот эти Они стоят Что-то там 1200 рублей Со Скидочкой Они Получаются 900 900 рублей Гарнитура USB Ну Это Круто Андрей Gearbest Gearbest Сказал Best А вообще Gearbest Нет А точно Gearbest А я почему-то Думал Beast Ну Не важно Так что Давайте Я вам ссылку Скину Заходить Смотрите Все Да Я ошибся Если вам Что-то Понравится И вдруг Вы что-то Купите Там Не знаю Начиная От Best Правильно Да Начиная От Спиннера Там Можно было Спиннеров Купить По 10 рублей Блин Я На Алиэкспресс Брал Спиннеры Для Риган Тоже Кручок 4 рублей По 200 А тут Повесил У нас Менеджер Темку И С купоном Они стоили По 20 центов Как это 20 центов И Как В общем Нас все Имеют Все Все Нас Хотят Обмануть Пользуйтесь Купонами Смотрите Можно Почитать Обзор Перейти В специальную Темку У нас На форуме И попросить Какой-нибудь Клевий Клевий Скидка Идем Дальше Обзор Игры Фурнайт Изучаем Систему Строительство И Базу Игроков Спасают Твои рекламные Контракты А и Там пока Еще нет Но Хочется Что-нибудь Хочется Что-нибудь Не одним Алиэкспрессом Живо Продолжаем Выкладывать Информацию По игре Фурнайт Собственно Новый Гайд Строительство И улучшение Строительства И штормовой Щит Заходите Читайте Плеер Unknown Battlegrounds На следующей неделе В игре появится Винтовка МК-14 Да и хрен с ней Эхо Релиз игры Состоится Ча Прикрою окошко Научно Фантастический Экшен Эхо Является Дебютной Игрой Новой Инди Студии Ультра Ультра Которая Была Основана Бывшими Разработчиками Игры Хитмота Ио Интерактив Что-ли О проекте Рассказали Еще В 2016 Что-то Выглядит Как шляп Спасибо За подписку Ну да И действительно Выглядит Как шляпа Ссылочку Я сейчас Скину Может быть Вам Будет Интересно Заходить Смотрите Прочитал Комменты Я чуть Не лопнул Читал Далее Показ Русскоязычной Версии Игры Альфа Альфа Версии Игры Этернл Да Пока у нас Гарро В отпуске У него Кстати Сегодня День Рождения Так что Можете Его Поздравить Там Вконтакте На форуме Где Вам Удобно Сделайте Человеку Приятно Пока Гарро Нет Или Показывал Игру Этернл Это Коррекционная Карточная Игра Которая В ней Смесь Разных Других Игр Прямо Сейчас Идет Альфа Тестирование И Вы Тоже Сможете Записаться И подать Заявочку На участие Запись Стрима Есть У нас По ссылке Потому что Он соответственно Был в пятницу Уже Вы его не Посмотрите Но сможете Писать Запись И Почитайте Описание Если Вдруг Вам BBC Начнет Показ Киберспортивных Соревнований Неужели Британцы Додумались До этого Одна из Крупнейших Телевизионных Компаний Мира Объявила О том Что Начнет Показывать Различные Киберспортивные Соревнования На Телеканале BBC 3 Начиная С Финти Элит Сириус Теперь Зрители Смогут Смотреть В прямом Эфире Соревнования По Таким Дисциплинам Как CS GO Я думаю Что Телевизионные Компании Пытаются Показать В первую очередь Те игры Которые Люди Поймут Без Большого Там Большого Большого Напряжения Мозгов Своих То есть Чтобы Объяснить Им Что Это Киберспорт Контртеррористы Бегают И стреляют В террористов Это ОК Street Fighter Дядьки Бьют Ногами Друга Рокет Лига Машинки Гоняют Мячики Как футбол Только На машинах Понятно Видимо Дотан И Лалец Показывать Пока Сложно Далее Цивилизация 6 DLC С новой Цивилизацией Доступна Уже Супер Eternal Стартует Айфотест Ну в общем Собственно Которые Эллиот И показывал Так как Мы с ними Дружим Давайте Я вам Ссылочку Скину Если Вам Вдруг Нравится Коллекционные Карточные Игры Типа Гвинт МТГ Или Прочие 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 Хардстоуны Возможно Новый проект Вас заинтересует Сможете В нем Потратить Много Денег Ну Все Как всегда И купить Набор Основателя Обязательно Старкрафт 2 Игре 7 лет Благодаря Старкрафт 2 Появился Сервис Твич ТВ В этом году Главной Стратегической Игре Последних Несколько Лет Старкрафт 2 Исполняется 7 лет За это время Данная Стратегия Успела получить Два глобальных Дополнения Это Heart of the Swarm И Legacy of the Void Который К сожалению Что-то не прошел Даже А также Набор Миссий Новая Незримая Война Игра Длительное Время Являлась Главной Киберспортивной Дисциплиной И вновь Привлекла Внимание Многих Зрителей К экранам Мониторов Во время Трансляции Различных Соревнований Именно Благодаря Данной Сказал Основатель Сайта А вы помните Раньше еще был Сервис Стриминговый Назывался OVNIT Тоже Он был Типа раньше Твича Был крутой Твич ТВ Он был Да Раньше Джастин ТВ А в 2009 Году Я уже ждал Больше десятилетия Вместе со всеми Другими фанатами Бродувар Выхода Старкрафт 2 Когда бета Началась Многие люди Начали стримить Ее На Джастин ТВ Я был среди тех Кто смотрел В то время Мы пытались Понять Каким должен Выглядеть Следующий шаг Для Джастин ТВ И тогда Я начал задумываться Возможно ли Сфокусироваться Целиком На игровом контенте Именно так Старкрафт 2 Стал первым Импульсом К созданию Твича В том виде Который Он сейчас Есть Кстати Сейчас Твич Продлежит Компании Амазон Если вдруг Вы не знаете Просто Чтобы Вы знали Эллиот Прям Богат Богатый На стримы Стример В пятницу Помимо того Что он показал Этернал Еще и Показал Продолжение Серии стримов По игре Терра 28 июля В 9 часов вечера Был показан Стримчик Разыгрывали призы Опять же Чтобы не пропускать Розыгрыши И всякие ништяки Подписывайтесь На наш канал Будете в курсе Ставьте уведомления О начале Трансляции И Никогда Ничего не пропустите Low Breakers Началась вторая Стария Открытого Бета Тестирования Так Значит Оно длилось Три дня Уже Наверное Закончилось Игра Предлагает нам Очень динамичный Стиль боя Быстрые Сметаносные Стычки С врагами Уникальных Персонажей И Интерес С интересными Способностями Подходящими Под все Типы Боя Это еще Один Overwatch Короче Видимо Да Если Вы Привет Привет Если Вы Обладаете Сегодня Времени Возможно У вас Получится Поиграть В Low Breakers Проходите Из новостей Узнавайте Как Попасть В ОБТ Спасибо За Подписочку Аншестор Что это Смотрим Первое Геймплейное Видео Что за Название Придумайте Ан Ан Кест Ан Кестер Ан 1С Компания 1С Что-то Делает Еще В сети Появился Первый Ролик Демонстрирующий Геймплей Находящийся В разработке Стратегической Игре О Средневековой Европе От студии Destructive Creations Известной Своей Провокационной Игрой Hat Read Видео Интересно В первую Очередь Тем Что для Управления Вайсками Был Использован Контроллер В то время Как сам Игровой Процесс Записан На ПК Так что Каждый Сможет Выбрать Подходящее Для себя Управление К тому же Игра Появится На Xbox One А там Без контроллера Уже Никак Не Обойтись Смотрите Прикольное Там Переключение С видом От первого лица И Хочу Хочу Тактический Режим Интересно Смотрится Сам Ролик Показывает Весь Хаос Который Творится На полях Боя В охваченной Игрой Временном Периоде Движок Unreal Agent 4 Выбранный В качестве Движка Обеспечивает Очень красивую Картинку Издателем Проекта Выступит Компания 1С При создании Игры Разработчики Вдохновлялись Историей Средневековой Европы Где Междуусобные Конфликты Нередко Сопровождались Кровопролитными Сплотновениями Название Предки Предки Лига Легенд Линадж 2 Очередное Обновление С цикла The Epic Tales Of Aden Уже На Тестер Сервере В Корее Окей Не у нас Интервью Наша Алина Подготовила Интервью С Кем С Бульбазавром Это Комментатор Далеко не каждый знает Что за спиной Имеет неплохой Игровой опыт И несколько Игровых Трофеев Среди самых Ярких его достижений Можно Вспомнить победу В первом сезоне StarLadder А также Второе место В первом сезоне Континентальной Лиги Тогда вряд ли Кто-то мог Предподумать Предположить Что меньше Чем через год Он повесит мышку На гвоздь И встанет За комментаторский Ствол Мы пообщались С Андреем И расспросили Его о переезде Об отличиях Между ролью Игрока И комментатора А также Узнали Его мысли Касательно Текущего Сезона Континентальной Мне дико нравится Мне нравится В этом сезоне Я в прошлом сезоне Был за Ф-19 В этом сезоне Я за Гамбит И мне дико Нравится Что из 14 игр Они выиграли 13 Только в субботу Проиграли Команде Нави Одну игру Так что Лолец Что-то меня Снова Стал Переть War Thunder Эсминцы Для пяти наций И летний Марафон War Thunder Это Та игра Которая Как обещали Что в их игре Будет присутствовать Самолеты Корабли И Танки Постепенно Делают это Спасибо за подписочку Gaijin Entertainment Объявляет о масштабном пополнении флота В военном Онлайн В военном Онлайн Экшене В игре War Thunder Теперь Во флотах Каждой из пяти наций Представленных в раннем Тестировании Морских боев Появились эсминцы В их число Вошли Советские 7у И британский Трайбл Американский Флетшер Немецкий Тип 1936 И Японский Ягумо Опробовать Все Пять эсминцев Можно уже На Ближайших Выходных Ну то есть Можно было Потому что Новости за пятницу Теперь в одном бою Игроки могут управлять Тремя различными видами техники Самолетами Боевыми катерами И Эс А Да то есть танками Что нельзя что ли А где танки Самолетами Боевыми катерами И Эскадренными Миноносцами А что А где А где танки Вооруженные Крупнокалиберным Артиллерийским Орудием Эсминцы Могут достать Противника Даже На Противоположном Конце Карты От Вражеских Самолетов И торпедных Катеров Противника Их сможет Защитить Автоматический Огонь Зенитных Орудий При этом Командир Эсминцев Предстоит Как и в настоящем Бою Принимать Важные Тактические Решения В общем Много Букв написано Много Скриншотов Есть Привет Разбави меня Пожалуйста Пишите Тому Кто Вас Забанил А Ссылку На Вартанр Я скинул Заходить Смотреть Тут Есть Красивые Скриншоты И Соответственно Много Разной Информации Это круто Кто Покинет Нави Конто Страх Глобал Оффенсив Нави Кикнули Сайз И Гардиан Уже Достаточно Долгое Время Подразделения Нави Преследует Неудачи В прошлый Раз Когда Нави Не смогли Выйти Из группы В рамках EMA Сезон 11 Менеджер Принял решение Поменять Главного Тренера Коллектива И команду Покинел Тренер Судя по результатам Рожденных Побеждать В кавычках Во время Польского Турнира Мейджер Краков Проблема Все таки Крылась Не в тренере А в самих Игроках Кажется И организация Решила так Ведь сегодня Появился анонс О том что Два игрока Покидают команду Оставляют два места В составе Вакантными Пока непонятно Кто их займет Однако Будем надеяться Что нави Смогут выбраться Из сложившейся Череды неудач И смогут Наконец-то Действительно Снова Побеждать Ну ок Эта игра Название Который Я не могу Никак произнести Звучит Как Тричерус Уотерс В Китае В сети В сети Сразу Сразу Стали Появляться Видео Демонстрирующие Игровой Процесс Благодаря Одному Из youtube Каналов Мы сможем Оценить Масштабные Масштабность Игры По роликам На которых Запечатлен Геймплей Без Всяких Прекрас То есть Хреновый Геймплей Что ли Звук Подключен Новинку Которую Приготовила Нам Компания NetEast Без сомнения Лучше оценивать Лично Но так как Доступ к первому ЗБТ Получили далеко Не все желающие Потому что Он в Китае Происходит Придется Довольствоваться Хотя бы Записью В роликах Присутствует Множество Игрового Контента Начиная С различных ПВЕ И ПВП Активностей А я же Соку скинул Такие как Поле боя Подземелья Боссы И заканчивается Моба Ареной Напомню что Закрытое тестирование Игры пока Происходит только В китайском Регионе Неизвестно Когда она Появится В Европе И Америке Если вы хотите Извест Хотите Более подробную Информацию Пучитать По данной игре Можете посетить Наш Форум Наш раздел По данному Проекту Сразу Начали Появляться Я тоже Если бы мы попали У нас бы точно Сразу Начали Появляться А так Приходится Читать Чужие Escape From Tarkov Началось Закрытое Бета Тестирование Айя Не очень Не нравится То что Игру Опять же Долго Делают Прям Вот Если бы Она Вышла Год Назад Было бы Наверное Круто Но Игру Продолжают Тестировать Разработчики Многопользовательского Онлайн Шутера Escape From Tarkov Объявили о начале Закрытого Бета Тестирования В нем Смогут Принять Участие Игроки Которые Приобрели Наборы Раннего Доступа А так же Новички Учтите Что Присылают Приглашения Будут В нескольких Волн Однако Уже В первую Неделю Все Держатели Наборов Смогут Присоединиться К игре В закрытом Бета Тестирования Вам будет доступно Большое количество Контента В том числе Самая масштабная Локация Побережья Множество полезных Предметов И оружия Модификации К нему А так же Переработанная И сбалансированная Локация Кроме того Вы сможете Воспользоваться Внутриигровым Чатом Что заметно Облегчит Коммуникацию Между игроками Самое приятное В забытое Это отсутствие Уже Надоевшего НДА Теперь любой Желающий Может стримить И выкладывать Видео Совершенно Спокойно Кстати А может быть Может быть Устроить Стримчанский Мне кажется У нас же есть Несколько доступов В данную игру Я себе Отложу Эту информацию Потом После стрима Обработаю Total War Warhammer Дополнение Норска Демонстрации Компании Затрога Ну Мы уже про него Говорили Не один раз Что К игре Выйдет Дополнение Которые смогут Получить Люди Предзакажавшие Вторую часть игры Это кажется Оно Дальше Калибр Дневники разработчиков Дизайн уровней Компания Wargaming Не спеша Продолжает Работать Над своим Новым Проектом Это шокер От третьего лица Который называется Как вы поняли Калибр Нас радует Только тем Что предлагают Нам ознакомиться С дневниками Разработчиков И пока Не показывают Никакие Другие Материалы Тем не менее Я кстати Общался С Кириллом Стадником Который ранее Работал В компании Майлрун Проектом Warface Он сейчас Работает В Wargaming И мы С ним Решили Что Что нибудь Сделаем Интересное По данному Проекту Так что Я Сегодня Тоже Сейчас Закладочку Сделал Я после Стрима Напишу Ему И Снова Так сказать Follow up Не follow Короче Еще раз Его пнул Чтобы Не выпендривался Сиротин Посмотреть Видео И послушать Дневник Разработчиков Можно по ссылочке В новости Которую Я Скинул О Игра Про которую Ничего не было Слышно От жадных Разработчиков Которая Называется Ash of Creation От компании Interpeed Studio Ну что Удивите меня Сотрудники Компании Interpeed Studio Продолжают Выкладывать Трейлеры Зон В игре Ash of Creation Которые посетители Мероприятия Pax West 2017 Смогут Изучить Лично И на этот раз У вас будет Возможность Увидеть Пруды Испускающие Зеленые Пары Газа Действующий Вулкан И некое Подобие Гор Деревья С розовыми Листьями Тропу Ведущую В лагерь Каких-то Культистов Пульсирующий Огненный Камень Талинственные Пещеры И кристаллы Генерирующие Мощные Электрические И магические Заряды Кроме того Время Предстоящей Выставки Проходящей С 1 по 4 Сентября В Сиэтле Разработчики Хотят Провести Прямую Трансляцию Команда Ответит На камерзные Вопросы Людей Покажет Новую порцию Игрового Процесса И поделится Со зрителями Своими Планами На ближайшее Будущее Если вам Захочется Играть Более подробно Про данную Игру Тогда советуем Загнуть В раздел На нашем Форуме Ash of Creation Ждем Игра будет Выходить В декабре Следующего года Так что В Риме еще У нас Много На это есть И в онлайн Уничтожен Первый Опекс Опекс Драгон Яхт Я не знаю что такое Потеря дорогих кораблей Не является чем то особенным В игре И в онлайн Каждый день Капсулеры Уничтожают Десятки тысяч Космических судов Ценник Некоторые Из них Может достигать Может показаться Неподъемной суммой Для большинства Жителей Нового Эдема 26 июля Около Как будто Это у нас Это Сводка От сотрудников В МВД 26 июля Около 23 часов По времени Ив Известный Стример Сео Корпорации White Knight Social Club А также Комментатор Чемпионата Ив И альянс Турнира Раньше Чоколад Вылетела С дока Keep Star Цитадели Принадлежащей Альянсу Hydra Атакованный Защитными Орудиями Соружения И одним Из пилотов Гидры Корабль Был Уничтожен Это событие Могло Остаться Незамечено Но в тот Момент Она Пилотировала Opux Dragon Яхт Это Очень Редкий Корабль Выдаваемый Разработчиками Игры Для Трансляции Различных Турниров Идзо Возможности Захвата Большого Количества Целей Opux 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 Dragon Яхта Оценен В 50 Миллиардов Исков Что делает Его вторым Самым дорогим Сливом В истории И в онлайн На первом месте Сейчас находится Gold Magnat Стоимость Которого Вместе С установленными Модулями Составляет 501 Миллиард Исков Остается Неясно Для чего Ей нужно Было Так Подставляться И вызвали Ей Разработчики Новый Такой же Корабль Жесть Ну слушайте Смотрите Тут Total Указан 5600 Баксов Сложно Короче Телочка Вылетела И Разгромила Корабль За 5600 Баксов Вот так Нужно было Эту новость Подать Просто И все И Сделать Вебаньку Это же Девушка Сделала Да Да Ей Девушка И она Как в Один Дом 5600 Баксов Раскрин Начала Хир Хирос Судо Сторон Горош Превратится В персонажа Из вселенной Безумного Макса Окей Каминот Unchained В массовых Баталиях У вас не будет Проблем С фпс Потому что Игра Хреново Выглядит Конечно У вас Не будет Проблем С фпс Показывайте Картинки Одинаковые Дурацкие Парагон Обзор Новой Системы Предметов Команда Игры Парагон Приготовила Обзор Для игроков Новую Систему Предметов Был заметно Оптимизирован Процесс Сборки Колод Убраны Ограничения На систему Управления Ресурсами Все карты В колоде Теперь должны Быть разными Но если Вы уберете Карту Из колоды То вам Предоставят Возможность Вновь Ее приобрести И при сборке У вас Получится Выбрать Две Любые Принадлежности Короче Сложно В парагоне Изменили Систему Подбора Карты Мастер Хмастер Тизер Нового Героя Мне кажется Что Мастер Хмастер У нас Не очень Заходит Несмотря На то Что в Азии Вроде Игра Пользуется Популярностью Как говорят Ребята Из нашей Команды Так что Вы можете Посмотреть Тизер Нового Чемпиона Который В будущем Должен Появиться В игре Час Игрового Процесса В игре Вольфенштайн Про который Я рассказывал Самолично Его записал Смонтировал И Выложил Заходите Смотрите На наш Ютуб Канал Ссылочку Я скинул Небольшая Пауза Далее Dark and Light Проблема С долгой Загрузкой На сервер Будет Решена Хорошо Полезные Гайды Обзоры За неделю Black Desert Цитадель Fortnite Каждое Выходное Мы готовим Подборочку Материалов Которые Выходили У нас В течении Недели Собственно Прошлая Суббота Не была Исключением Black Desert Это Мистик Новый персонаж Который доступен На корейском Сервере Игры В цитадели В континентальной Лиге Перед Плей-оффом И Не плей-оффом Когда лузеры Играют Вышло Три команды Это Gambit Кажется Virtus.pro И еще Кто-то Уже не помню Ну в общем Записи стримов Есть на официальном Канале У нас просто Были трансляции Которые я смотрел Что-то у нас Тут происходило И в онлайн Очередной Собственно Был тоже Турнир Был стрим Записи сейчас нет Записи То есть На официальном Канале Есть Можете Посмотреть Если вдруг Вам интересно И По традиции Oceanvale У нас теперь Ведет по субботам Подкаст По игре Revelation Если вдруг Вы играете И следите По субботам Вечером Происходит Это все Мероприятие 29 июля В 24.00 По Москве Был проведен подкаст Запись Которого Можно посмотреть Из Нашего Из нашей новости Star Trek Трейлер нового сериала В рамках фестиваля Comic Con 2017 Был показан трейлер Нового сериала По вселенной Star Trek Звездный путь Discovery Именно так Называется Новая Глава Легендарной саги Появится на экранах Почти Спустя 12 лет 24 сентября 2017 года На Netflix Ура Вот Почему я готов Netflix отдавать 10 баксов В месяц Потому что там Такое количество Сериалов И контента Что прям круто И все выходит Свеженько И в HD качестве И прям Не надо качать Ничего с торрентов Сериал выходит Не только на радость Поклонникам серии Но и предназначен Для зрителей Который еще Только знакомится Со вселенной Звездных Звездного пути Мы встретимся С водной сестрой Самого Спока Офицером Звездного флота Мишель А Гарри Мат Самый ловкий Контрамбодист Своего времени Получит второе дыхание Благодаря Сыгравшему его Рейну Уилсону Судя по трейлеру Нас ждут Качественные Визуальные эффекты Множество Интересных персонажей Полюбившихся Всем Космических Приключений И захватывающий Сюжет Осталось Совсем немного Времени До того Как Звездолет Дискавери Войдет В открытый Космос Ай Посмотреть Собственно Можно Netflix Одну фигню Снимает Но Нет Я С вами Абсолютно Не согласен Но Не буду сплыть Каждый смотрит То что Хотите смотрите HBO Хотите смотрите Netflix Хотите смотрите Там не знаю Amazon Без проблем Хотите смотрите А медиатеку На русском Ark Survival Релиз игры Задержится до конца августа Окей Второй день турнира Поив онлайн Тоже прошел Менты 15 Второй Тарас Подготовил Тарас Тарик Наш обзорщик Тарик Тарас Подготовил Материал По игре Pure Pure Предлагаем Вашему вниманию Второй выпуск В воскресной рубрики Стоит поиграть В рамках которой Тарик Расскажет вам О различных Проектах По тем или иным Причинам Не попавшим В раздел обзоров Нашего портала Во втором выпуске Речь пойдет О игре Pure Релиз который Состоялся Совсем недавно Вашему отряду Изгнанников Необходимо выбраться Из чистилища Одержав победу Над другими Обитателями Онного Интересных персонажей И увлекательный Геймплей Отметим Отметили Многие игровые порталы И игра Заработала Очень хорошие оценки По мнению Большинства Из них Посмотреть Видеообзор Можно У нас на канале Так что Заходите Смотрите Больше половины Проектов Нетфликса Весьма годные И качественные Вы видите Тут Разное мнение Мне нравится Нетфликс Там помимо Сериалов Есть еще и Фильмы Там дохренищик Фильмов есть Причем Есть и Как современные Фильмы Так и старые И это круто То Небольшое Количество Времени Которое У меня съедет На просмотр Телевизора Я смотрю Что-нибудь Новое На А сейчас Я смотрю Сериал Как он Называется Озарк Что ли Озарк Да Сериал Первый Сезон Посмотрел Только Три Серии Вот Такой Очень Мне понравилось Так что Советую Синер Китайский Клон Dark Souls Спасибо за подписочку Джика Дорогая Джика Во время выставки China Joy Совсем недавно Завершившейся В Шанхае Была представлена Новинка Китайского Игропрома Клоун Dark Souls Эксклюзивный Экшен Для PlayStation 4 Под названием Синер Студия Darkstar Games Скопировала Популярный Проект Более чем Полностью Жесть Разработчики Подемонстрировали Прохождение Одного Уровня В конце Которого Игрока Поджидал Босс За все Время Пока Демо Было Доступно Для игры Босса Не победил Ни один Человек Несмотря На то Что Копия Старается Повторить Оригинал И выполнено В мрачных Тонах Управление Требует Точности Концентрации Общий Геймплей И дизайн Понравился Далеко Не всем Поклонникам Но Само собой Проще Быть Number One Клоны Пойдут Все Взад По традиции Эллиот Провел Вчера Подкаст По игре Не подкаст А Стрим Ассасад Игры Lineage 2 Classic Сервера Grand Cain На котором Дохнище Людей Играет И Разыгрывали Какие то Подписанчики На 5 промокодов На 2 недели Подписки Среди зрителей Каждый Не каждый По выходные Воскресенье Часто бывает Поэтому Подписывайтесь Чтоб Не Пропускать Также Традиционные Новости От разработчиков Игры Star Citizen Стойкость Кораблей Around the World Отчет О том Куда Разработчики Потратили 150 Миллионов Долларов В очередном Выпуске Еженедельной Передачи Разработчики Космического Симулятора Рассказали О системе Стойкости Которая Применяется К учетным Записям игроков И в частности К кораблям И грузам Данная Технология Связана С сохранением И появится В предстоящем Обновлении 3.0 Функционал Представленной Версии 2.6 Очень Ограничивает Игроков Они не могут Забирать предметы И хранить их На своих кораблях А также Заниматься Торговлей Так как Сервер Не отслеживает Такие вещи В обновлении 3.0 Игроки Смогут Вносить Изменения В окружающий Мир Различными Способами Собирать Груз С форпостов Которые Смогли найти Парковать Свои Корабли Где Короче Короче Что-то новое Произошло В игре Вот Также Подвели Итоги Челленджа Я ссылочку Не скинул Да Ссылочку Сейчас Стар Ситон Доброе утро Привет Ты что-то Припозднился У нас Сегодня За 4 дня Мы обсуждаем Новости Которые Я пропустил И уже Мы заканчиваем Также Подвели Итоги По Челленджу Игры Total War Warhammer Наградили Какого-то Кубком И VIP Подписочка На нашем Форуме Гайд Боевые Петонцы По Игре Archeage Наш Модератор Мушкетер Написал Еще один Гайд Посвященный Актуальной Версии Русскоязычной Игры Archeage В котором Рассказал Про Посмотрим Потом Записи Ай Молодец В котором Рассказал Про Боевых Петонцев Также От этого Автора Можно Почитать Гайды Про Необычные Квестовые Титулы Которые Можно собрать Во В Всем мире Игре Archeage Выполняя Различные Задания Более Подробная Информация Есть В этом Гайде Титул Боевым питомцем Если вы давно играли, точнее не играли в игру И не следили за появлением новых питомцев Этот гайд вам поможет И даже опытным игрокам будет полезно прочитать Всю нужную информацию в одном месте Я тоже посмотрю Чуть попозже Ссылку я на него уже скинул Заходите, читайте Так Ну и что, последняя новость у нас За четвертый день Uncharted The Lost Legacy Геймплей на PlayStation 4 Pro Вот я не понимаю дрочего На PlayStation 4 Pro Или PlayStation 4 На всех консолях игра должна работать одинаково На PlayStation Pro У вас будет чуть получше графоний Но если у вас Монитор или телевизор с 4К В общем Посмотреть геймплей Можно у нас в новости Я этого делать не буду Потому что я Дождусь выхода игры Она тоже выходит в августе В августе прям какой-то вал игр Просто Огромный будет Вот Поэтому все На сегодня все, друзья За полтора часа Мы сегодня вложились Целых 4 дня Это была пятница Суббота Воскресенье И четверг И четверг Вот Потому что Я не смог В пятницу провести передачу Завтра с вами Увидимся В 10 утра Здесь на канале Twitch Здесь на канале Вконтакте Приходите Не опаздывайте Будет все самое интересное За понедельник Возможно даже Тарас Посетить нас Своим присутствием С вами был Андрей Сиротин На сегодня это все Пока Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки на видео В записи Там не в записи Все Новости На портале Goho.ru В первую очередь Появляются Так что Советую читать их Именно там И обсуждать У нас на форуме На сегодня все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok